Устранение специалистами МОЭК последствий прорыва теплотрассы на Волжском бульваре в районе дома 31. МОЭК последствий прорыва теплотрассы на Волжском бульваре в районе дома 31. Коммунальные службы продолжают борьбу с последствиями снегопада. На улицах Москвы работают снегоуборочные машины и самосвалы для вывоза снега. МОЭК последствий прорыва теплотрассы на Волжском бульваре в районе дома 31. МОЭК последствий прорыва теплотрассы на Волжском бульваре в районе дома 31. МОЭК последствий прорыва теплотрассы на Волжском бульваре в районе дома 31. В центре Москвы у дома 14 строения 2 по улице Житная на территории парковки произошел несчастный случай. Автомобиль БМВ начал произвольное движение и задавил своего водителя. От полученных травм он скончался. На месте работают оперативные службы. Дорожная обстановка в центре Москвы во время снегопада. Движение транспорта повсеместно затруднено из-за образовавшей снежной каши. Скорость автомобильного потока местами не превышает 10-15 км в час. По прогнозам синоптиков снегопады в ближайшие часы сохранятся и при этом из-за низких температур будут условия для гололедицы. Движение транспорта повсеместно затруднено из-за низких температур. Движение транспорта повсеместно затруднено из-за низких температур. Движение транспорта повсеместно затруднено из-за низких температур. Установившаяся в последние дни морозная погода, сопровождаемая интенсивными осадками в виде снега, существенно осложнила движение автотранспорта в столице. Снежная каша в перемешку с гололедицей на дорогах привела к росту числа мелких аварий. Так, в центре Москвы на улице Большая Якиманка возле дома номер 56 произошло сразу две мелких аварии. В обоих случаях никто из участников не пострадал. В первом случае при движении в сторону Ленинского проспекта столкнулись автомобили Porsche Cayenne и автомобиль Kia Rio Taxi. Причиной ДТП стало невнимательность и несоблюдение дистанции водителям кроссовера во время движения в сложных погодных условиях. Чуть далее участниками мелкого ДТП стали водители Volkswagen Polo Car Sharing и такси марки Skoda Octavia. На место ДТП прибыл инспектор ГИБДД для оформления происшествия. КОНЕЦ КОНЕЦ Колонна снегоуборочной техники на Большой Якиманке. Продолжение следует... Продолжение следует... Движение на южном участке МКАД по внешней стороне заблокировано из-за непогоды и буксующих на подъемах большегрузов. Движение остановилось от Каширского шоссе до Капотни. В районе 17-го километра движение перекрыто буксующими фурами. На внутренней стороне МКАД в районе Бесединского шоссе также наблюдаются затруднения. Продолжение следует... Продолжение следует... На пересечении Звездного бульвара и Аргуновской улицы столкнулись два автомобиля. ВАЗ и Фольксваген службы каршеринга. В ДТП обошлось без пострадавших. Виновного в ДТП определит группа разбора. ВАЗ и Фольксваген службы каршеринга. Около железнодорожной станции Голицына в Подмосковье поймали волка. Его два дня искала специальная группа ловцов, после того как зверь перепугал жителей Одинцова. Волк был спокоен, ни на кого не нападал и вел себя, как абсолютно ручное животное. После осмотра ветеринарами его отправили в приют. Жители Одинцовского района обрадовались, но не успокоились. Они уверены, что рядом с их домами бродят сородичи хищника. В центре Москвы стартовало прохождение колонны коммунальной техники. В центре Москвы стартовало прохождение колонны коммунальной техники. В центре Москвы стартовало прохождение колонны коммунальной техники. В центре Москвы стартовалоелен. В центре Москвы consisting В центре России, моемеле开始 bistоверной техника. Аploワー NAWRTВО 1. Bel Продолжение следует... Курьезное ДТП произошло 17 января на севере Москвы. На Ленинградском проспекте водитель автомобиль Пижоне справился с управлением и вылетел на сугроб. Вероятной причиной ДТП могла стать аварийная ситуация на дороге в связи с чем, водитель кроссовера уходя от столкновения вылетел на снежную преграду. Тем не менее автомобиль получил механические повреждения. Информации о пострадавших не поступало. На Алтуфевском шоссе у дома 2 после ДТП бросили автомобиль каршеринга. Продолжение следует... Утром 17 января на севере столицы в доме 16 в третьем новомихалковском проезде произошел прорыв трубы. Вследствие прорыва затопило подвал дома. Аварийные службы устраняют последствия прорыва. ДТП на МКАД При движении водитель малолитражки потерял управление, что привело к заносу. Пытаясь выровнять автомобиль, он задел двигавшийся в соседней полосе фургон с каптепом. ДТП на Новорижском шоссе. Водитель кроссовера Peugeot 4007 не справился с управлением. Машину занесло и она задела в соседнем ряду автомобиль Volkswagen. Из участников ДТП никто не пострадал. ДТП на Новорижском шоссе. ДТП на МКАД с участием фуры и машины такси на 45-м километре. Непогода стала причиной образования гололеда и снежного наката на столичных магистралях. На Липецкой улице, при подъеме на Загорьевскую эстакаду не смогли забраться большегрузы. Длинная вереница грузовиков выстроилась в колонну в ожидании помощи. На место прибыли два грузовика, которые в роли тягача за трос поднимали поочередно буксующие фуры. Сотрудники ГИБДД на короткое время перекрывали дорогу, для обеспечения подъезда грузовиков-тягачей. Также помощь коммунальной технике потребовалась на 27-м километре. МКАД, там при заезде на трассу М4 не могли подняться фуры. Проезжая часть перед фурами обрабатывалась большим количеством противогололедного реагента. КОНЦЕМИНСКАЯ СТУЛИКОМ. Продолжение следует... Продолжение следует...